Добрый вечер всем, кто в этот час с нами на телеканалах Югра и ОТР. В эфире программа Югра Онлайн и я, ее ведущий, Денис Ильяков. Каждый последний четверг месяца мы с вами встречаемся в этой студии и говорим о важном, актуальном. О том, что так или иначе влияет на жизнь каждого из нас. Сегодня мы поговорим об одной из самых злободневных тем экологической безопасности. В Югре утвержден портфель проектов «Экология», в который вошли пять региональных программ. Среди них комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами, чистая среда, сохранение лесов, сохранение экологического разнообразия и развития экологического туризма и сохранение уникальных водных ресурсов. Эти и другие темы экологии обсудим с экспертами в студии, а также расскажем и покажем, как за последние годы изменилась экологическая обстановка в округе. По традиции, сегодня в программе разыграем ценный приз – робот-пылесос. Вопрос озвучим чуть позже. Будьте внимательны. Кроме того, мы просим рассказать нам, что лично вы сделали для окружающей среды. Ответы присылайте в сообщениях в социальных сетях на WhatsApp и Viber. Ну а пока предлагаем узнать, что другие югорчане ответили на вопрос, что лично вы сделали для сохранения природы. Оставайтесь с нами. Я стараюсь выбрасывать мусор, сортировать его, то есть пластик кидать в пластик. Просто сортирую мусор, стараюсь экономить электроэнергию, воду. Я не мусорю на улице, учу своих детей не мусорить. Выходим регулярно на субботники. На Новый год ставлю искусственную ёлку, по мере возможности сажаю деревья. Рыбачу для удовольствия, если я поймала рыбу, отпускаю обратно, на волю. Элементарно просто нужно выбрасывать мусор там, где стоят урны. Если урн нет, значит выбрасывать, лучше не выбрасывать. Кормим птичек. Да, Ваня, что делаешь для сохранения природы? Птичек кормишь, да? В этом году мы всем классам выиграли в конкурсе по собиранию макулатуры. И тем самым мы сохранили деревья и продолжаем их сохранять. У соседа на работе стоит специальный контейнер. Мы все батарейки складываем в баночку, баночку соседу. Сосед уже складывает это все у себя там в контейнер. Пластик выкидываю отдельно, бумага отдельная, это все отдельно. Я на железной дороге работала, около диспетчерской у нас всегда зелень была. То есть деревья высаживали? Конечно, а как же? Привозили нам саженцы и мы высаживали. Я не вырубаю елки, ставлю искусственную, сохраняю елочку каждый год. Когда мы с мамой или папой ездим на отдых или на рыбалку, мы стараемся не разжигать костер, а использовать что-то более экологичное и всегда убираем за собой. Ну, стараюсь они это, не пачкать, мусор выносить, складировать по порядку, как это положено, как предлагает жилищное коммунальное хозяйство. Но вот этого в этом плане я не нарушаю, стараюсь. И стараюсь, ну, рассказываю молодежи, что это нельзя сорить, нельзя плеваться, где попало, нельзя в бумажке, где попало, бросать. Ну вот, в основном, я уже такая старческая, моя судьба и жизнь такая старенькая. Вы смотрите программу «Югра-онлайн». Сегодня говорим об экологической обстановке в округе. Совсем скоро в нашей студии появится первый эксперт. Ну а пока долгожданный вопрос викторины. Назовите югорские клубы, которые получили аккредитацию Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Название клуба и город. Повторяю, назовите действующие клубы ЮНЕСКО в Югре. Первый, кто пришлет правильный ответ, получит приз «Мощный робот-пылесос». Который, кстати, тоже косвенно помогает сохранить первозданную чистоту, только не на улице, а в доме. Ответы присылайте в личные сообщения группы ОТРК «Югра» во всех социальных сетях. Номер Viber и WhatsApp – 8951-968-5713. 8951-968-5713. Главное условие – вы должны быть действующим подписчиком. Имя победителя мы назовем в конце часа. Также просим вас поделиться своими историями на тему того, что лично вы делаете для сохранения природы. Ну а пока возвращаемся к теме нашей программы и встречаем первого гостя. С нами на связи руководитель природнадзора Югры Сергей Пикунов. Сергей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Владимирович, Югра активно включилась в реализацию национального проекта «Экология». Давайте расскажем зрителям о наших региональных проектах и конечных результатах их реализации. Как и все, Югра по указу президента по реализации национальных целей включилась в реализацию нацпроекта «Экология». И, соответственно, мы наработали свою региональную программу, которая злободневна и актуальна для нас. Но некоторые проекты нам показатели доведены в рамках национального проекта «Экология». Ну вот сейчас на заставке вы их видите, эти цели и задачи. Основное, конечно, это надо создать условия для цивилизованного обращения с отходами. Это так называемый проект реализации комплексной системы обращения с отходами. Данным проектом на территории Югры предусмотрено строительство и вот в эксплуатации пяти комплексных межмуниципальных полигонов, на которых будут сосредоточены перерабатывающие мощности и, в том числе, сортировка и обработка. Все, что будет выбираться на этих заводах, вот сейчас видно на сюжетике, это будет направляться на вторичную переработку и получит вторичную жизнь. Кроме этого, нам еще предстоит большая задача по созданию пунктов сбора, раздельного сбора. Надо научить население и привлекать население к работе с отходами по раздельному сбору у себя непосредственно в доме, чтобы упростилась задача по дальнейшему. Это вот то, что касается комплексной системы. А округом уже закуплены новые контейнерные, строятся контейнерные площадки нового типа. Вот эта работа будет продолжаться и задачи, которые ставятся проектом, до 2024 года мы должны сформировать систему, ну и потом ее дальнейшее развивать. Второй проект, вытекающий из первого, за годы мы накопили объекты размещения отходов, которые уже истекли сроки или уже заполнены, и мы приступили к реализации. Но президент здесь, понимая, что таких объектов много, он отрезал немножко задачу. Он сказал, что давайте наведем порядок в границах городов. И вот себе мы определили у нас сейчас на данный момент пять таких объектов, которые попадают в границы городов. Три из них уже выведены из эксплуатации. Это вот Федоровские уже закончили рекультивацию в прошлом году. Сейчас подготовлены документы, все экспертизы и документы проектно-изыскательские. Это по Нефтьюганскому полигону, по Нижневартовскому полигону. То есть эти объекты мы включаем уже в план 2022 года, и они уже пойдут за счет, в том числе, средств федерального бюджета. Мы вошли в федеральную повестку. Очень важное направление – это сохранение уникальных водных объектов. И здесь, наверное, похвастаться, не похвастаться, есть определенные достижения. По 2019 году мы вошли в топ-13 место, по 2020 году в топ-10 лучших регионов Российской Федерации. Здесь, конечно, надо поблагодарить наших коллег, специалистов из муниципальных образований, главных посредством муниципальных образований, которые активно включились в эту работу. И коллеги из Министерства природных ресурсов отмечали, скажем, фактическое подтверждение того, что сделали у нас на все, есть фотоматериалы, которые подтверждают отработку по данным направлениям. Очень важное направление, я считаю, которое мы запустили хорошо – это сохранение биологического разнообразия. Вот этот проект предусматривает создание на территориях Антамасийского автономного округа трех особо охраняемых территорий до 2024 года. Но, когда проводили стратегические сессии, а что должно ввести в повестку, в том числе по проекту «Экология», население высказало инициативу по сохранению того или другого вида и остановились на сибирском осетре. Он находится в Красной книге Российской Федерации, в Красной книге Антамасийского автономного округа. Жители, которые преклонного возраста, они помнят еще, что когда-то он был у нас на столе, а сейчас находится под запретом. И вот здесь поставили себе, ну, скажем, где-то, скажем, такую не совсем осуществимую, но цель – это первая же, конечно, экологическая задача – выйти из Красной книги Ханты-Массийского автономного округа Российской Федерации. Ну, а второе, скажем так, восстановить популяцию, и чтобы она была не до угрозы. Ну, и, наверное, когда-то отдаленная задача – это будет, ну, как продукт уже питания появится на наших столах югорчан. И смотрите, что сделано. Если Федеральное агентство по рыболовству за счет федеральных средств выпускало 900 тысяч в год, то мы себе поставили такую задачу ежегодно по миллиону выпускать. Но та работа, проделанная с компаниями, заключили соглашение о социально-экономическом развитии. Компании взяли на себя обязательство производить компенсационные мероприятия за счет своих средств. И именно выпуска в мальков ценных и особо ценных пород рыб. Ну что ж, будем надеяться, да, что удастся вам все реализовать, все задуманные планы. Сергей Иванович, огромное спасибо вам за эту беседу. Ну и до встречи. Конечно, надеемся, что совсем скоро все проекты будут стопроцентно реализованы. Знакомый звук. Большая перемена снова в деле. Помнишь, что было в прошлом году? В этом еще круче. 12 направлений, где ты можешь проявить себя. А вот что тебя ждет. Путешествие мечты. Обучение в лучших российских вузах. Призы для твоих учителей. И целый миллион рублей. Дело за тобой. Заходи на наш сайт. Большая перемена началась. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У каждого из нас свое представление о том, как сохранить первозданность природы и улучшить экологическую обстановку. К примеру, выпускники югорских школ ежегодно озеленяют улицы своих городов, участвуя в акции «Аллея выпускников». К высадке деревьев и кустарников регулярно подключаются педагоги, представители общеобразовательных организаций и родители. А зеленяют югорчане не только пришкольные дворы, но и социально значимые места, городские парки и аллеи. В этом году аллея выпускников проходит в рамках международной акции «Сад памяти». Ее цель – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Как правило, югорские школьники приступают к озеленению в конце мая, а заканчивают в 20-х числах июня. В этом году в планах у старшеклассников высадить в родных городах еще десятки деревьев, среди которых яблони, березы, акации, елки, облепихи, черемухи, рябины и сирени. Главная идея, которую преследует организатор – привлечь внимание учащихся к природоохранным мероприятиям и оказать практическую помощь в сохранении окружающей среды. Эта же цель стоит и перед международной экологической акцией «Спасти и сохранить». О ней в следующей рубрике «Югра в цифрах и фактах». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я приветствую всех, кто присоединился к нам этим вечером. Сегодня в программе говорим об экологии. В «Югре» проходит 18-я международная экологическая акция «Спасти и сохранить». Девиз этого года – «Живи в стиле эко». О мероприятиях, которые вошли в основную программу акции и о том, каких результатов удалось добиться за годы ее существования, поговорим с начальником отдела формирования экологической культуры, службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений «Югры» Ларисой Кругловой. Лариса Витальевна, добрый вечер. Добрый вечер. Лариса Витальевна, 18-я международная экологическая акция стартовала 19 мая и завершится 11 июня. Что именно сейчас происходит по программе? Акция проходит во всех муниципальных образованиях автономного округа. Проходят мероприятия, согласно утвержденной программы, и согласно утвержденных планов. Это всевозможные субботники, посадки, как вы уже сказали, аллеи выпускников, очистки берегов, лесных массивов. То есть благоустройство своих территорий в каждом городе, в каждом поселке. Состоялись огромные мероприятия, очень важные международного, межрегионального и окружного статуса. Мы уже о них неоднократно говорили, и они были широко освещены в средствах массовой информации. И вот сейчас в продолжение состоится 29-го числа музейная артмайовка, которая пройдет на территории Дома-музея Игошева. Мы приглашаем всех, вас ждут интересные арт-объекты, очень интересные проекты, которые будут представлены учреждениями культуры. 30-го числа состоится сад памяти, куда приглашаются тоже жители города Ханты-Мансейска на посадку деревьев в честь погибших в годы Великой Отечественной войны. Конечно, 1-го числа нужно обязательно прийти в парк имени Лосева, где откроется 25-й юбилейный международный экологический фестиваль. А посмотреть, кто же стал победителем этого международного конкурса, можно будет в КТЦ «Югра-классик», который пройдет 4-го числа. 5-го мы, молодежь, зовем все с собой на плогинг «Забег», который состоится в районе Назымской экспедиции. К студентам по собственному желанию присоединились и Росгвардейцы. И мы пополнили ряды участников и этой категорией работающей молодежи тоже. 9-го числа, с 9-го по 11-го в ДК «Октябрь» мы вас ждем на новое мероприятие, нетрадиционное, которое у нас ни разу не проходило, но в этом что-то есть. Оно тоже решает одну из проблем в области обращения с отходами. С отходами это дай вещи новую жизнь. Приносим и издаем то, что нам уже не нужно, и получаем то, что нам очень сильно хотелось бы иметь. Там будут и мастер-классы, и продажи рассады. И вы можете посмотреть в заключении. Очень интересный творческий концерт «Дармарка» – это итоговое мероприятие акции. Ну то есть огромное количество мероприятий нас ожидает, успеть бы все посетить. Подскажите, пожалуйста, акция как проект реализуется в автономном округе с 2003 года. Какие основные проекты и какие практические результаты можно увидеть за эти годы? Да, действительно, акция впервые прошла в рамках Дней защиты от экологической опасности. Это были всероссийские дни. Это было актуально для нашего региона, потому что у нас добывается нефть и газ. Это было всего 22 тысячи участников, и было всего 100 мероприятий. Сегодня акция – это очень важный экологопросветительский проект Югры. Можно сказать, его визитная карточка, который проводится под эгидой ЮНЕСКО, Международная организация «Северный форум», который стал площадкой для проведения мероприятий всероссийского международного уровня по образованию в интересах устойчивого развития. Это и международный телефестиваль, который у нас проходится постоянно. В этом году, я уже сказала, это будет 25-й телефестиваль. Это конкурс «Красная книга глазами детей», который вырос с муниципального конкурса до международного. Это, конечно, международный молодежный форум «Одна планета, одно будущее», который объединяет не только ребят автономного округа, но и представителей ассоциированных школ ЮНЕСКО. Ну и, конечно, это традиционный субботник Югра, наш общий дом. Это посадки, это очистки и благоустройство, что всегда происходит на территориях муниципальных образований в конце мая, в начале июня. И если в первом мероприятии это был просто небольшой цикл мероприятий в количестве 100 штук, то сейчас в период акций проходит около 6 тысяч мероприятий. И это участники не только муниципалитета, но и представители 60 стран и более 70 субъектов. Общее количество участников составляет 600 тысяч человек. В принципе, с нами в проекте почти 37% населения. Все понятно. Ну вот подскажите, пожалуйста, как стать участником экологического движения в Югре тем, кто только сейчас решил, что это его? Самыми активными участниками акции являются, естественно, представители экологического движения. У нас в округе существует 158 экологических организаций, объединений, кружков, клубов и 112 волонтерских команд. То есть очень много центров, очень много мест, где можно, соответственно, заняться. Для того, чтобы стать участником, необходимо просто-напросто зайти и вообще на все случаи жизни заходите на сайт природнодзора Югры. Там вы найдете огромное количество информации, в том числе о том, как стать участником акции и как вступить в экологическое движение или объединение. Спасибо большое, Лариса Витальевна, за эту беседу и до свидания. Спасибо. Ну а я напоминаю, сегодня в программе Югра Онлайн мы говорим об экологии. Пишите нам, рассказывайте свои истории о том, как вы помогаете сохранить природу нашего округа, а быть может и улучшить ее состояние. Номер Viber и WhatsApp на ваших экранах. Кстати, напоминаю вопрос викторины, который звучит так. Назовите югорские клубы, которые получили аккредитацию комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Название клуба и город. Повторяю, назовите действующие клубы ЮНЕСКО в Югре. Ответы присылайте в личные сообщения группы ОТРК Югра во всех социальных сетях или на тот же номер Viber и WhatsApp. Главное условие, вы должны быть действующим подписчиком наших групп. Первый, кто пришлет правильный ответ, получит приз «Компактный робот-пылесос». Кому он достанется, узнаем в конце часа. Ну а мы продолжаем. В Нижневартовске завершился Международный молодежный экологический форум «61-я параллель». В рамках 18-й международной экологической акции «Спасти и сохранить». Это уникальная площадка для повышения квалификации, общения и взаимодействия молодежи. На форуме выступали спикеры всероссийского уровня, эксперты в области экологии. Все подробности узнаем из первых уст. Мой коллега Павел Суворов пообщался с эко-тренером, сооснователем компании «Зеленый драйвер» из Санкт-Петербурга Романом Саблиным. Роман, здравствуйте. Только что завершился форум «61-я параллель» в Нижневартовске. Что интересного и полезного, на ваш взгляд, там было? Самое интересное, безусловно, это знакомство людей, проектов. Это то, что это первый форум, это запуск, сборки эко-сообщества. И мы запустили телеграм-чат совместно с организаторами Нижневартовска «Экологичный», где люди будут знакомиться, общаться и предлагать какие-то проекты. То есть это такой старт большого пути. Кто из участников был? Сколько их было? Сколько я понимаю, были участники всего региона, в основном из Нижневартовска. Было порядка 150 человек, молодежь, дети. На моей секции по эко-блогерству были журналисты, те, кто хочет стать эко-блогерами. Мы обсуждали, как заниматься эко-просвещением через социальные сети. Вы проводили мастер-класс как эко-тренер с эко-блогерами. Вот давайте поподробнее, может быть, расскажем, кто такой эко-тренер и кто такие эко-блогеры. Ну, эко-тренер и эко-блогер – это специалисты по эко-просвещению. Просто эко-тренер, то, кем я являюсь, и эту профессию я создал 8 лет назад. Это специалист по экологическому просвещению, разрабатывающий обучающие курсы, лекции, материалы для просвещения. Эко-блогер занимается чем-то же подобным, только делая это через социальные сети, деляясь информацией, лайфхаками, рекомендациями, в том числе привлекая внимание к социальным экологическим проблемам. Какие лайфхаки могут предложить эко-блогеры в социальных сетях? Лайфхак. Первое, с чего начать, это надо узнать, куда отправляются, что можно сдать рядом с домом, какие есть контейнеры, какие есть акции, какие есть пункты приема вторсырья, и начать именно с этих фракций. Чаще всего, проще всего сдать макулатуру картон. Удобно это помещать, например, лайфхак сразу в бумажный пакет, чтобы потом в пакете выносить, сдавать переработку. И пластиковые бутылки, их важно сминать, чтобы они занимали меньше места. А крышечки, кстати, собирать отдельно. Есть проект «Добрые крышечки», он есть в Нижневартовске. Это прямо самое простое, чего можно начать. Проект «Добрые крышечки» для сбора пластиковых крышечек напитков. Они дальше уходят, средства, вырученные за них, уходят на благотворительность, на помощь детям. Какие, на ваш взгляд, сейчас стоят основные задачи для сохранения природы? Ну, мы находимся на пороге экологического кризиса, он уже происходит. Есть масса расчетов, которые говорят о том, что уже к 2030 году жить в городах станет некомфортно из-за гидрометеорологических явлений, загрязнения воздуха, воды, почвы. Это повсеместно. Поэтому вызовы основные – это повсеместное загрязнение окружающей среды, которое проявляется, влияет на состояние здоровья людей. И вот в России перед нами по всем три проблемы, которые люди волнуют в России по результатам всех опросов – это мусор, это вода и воздух. А в Европе, в Америке основная проблема – климат, потому что они там эти базовые вопросы, как им кажется, более-менее решили. Ну и поэтому важен системный подход. И самое важное, что мы можем сделать, это привлечь внимание каждого и переменить сознание с вопроса, кто виноват, что делать. И когда каждый из нас начнет что-то делать, снижать свой личный экослед, участвовать в экопроектах, поменять, поменять экотехнологии в компании, в которой работают, тогда мир, возможно, успеет, сможет преодолеть этот кризис. Я в это верю и надеюсь. Спасибо большое за беседу, хорошего полета и экологической безопасности. Спасибо, счастливо. Почему так важно сортировать мусор и какова его дальнейшая судьба? Об этом нам расскажет руководитель акционерного общества «Юграэкология» Максим Медведев. Максим Эдвардович, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, немножечко о том, что такое раздельный сбор мусора и почему это так важно. Ну, что такое раздельный сбор мусора, можно сказать на цифрах. В «Югре» ежегодно образуется более 500 тысяч тонн отходов, и при раздельном сборе значительную часть этого объема образования отходов можно пустить во вторичное производство. То есть, если мы 500 тысяч тонн образуем, то порядка 10% это стекло, 50 тысяч тонн можно в процессе переработки выпустить новую стеклотару. Это картон, который можно использовать при производстве новых упаковочных изделий. Пластик, который утилизируется, который составляет порядка 3-4% от общего объема, тоже десятки тысяч тонн, соответственно, делаются различные изделия, новые пластиковые изделия, пластиковая упаковка. Таким образом, мы продлеваем срок службы наших полигонов, что существенно снижает затраты бюджета на строительство новых полигонов и существенно снижаем воздействие, самое главное, на чистую экологическую среду «Югры». Ну, я так понимаю, в некоторых городах «Югры» уже стартовали пилотные проекты по раздельному сбору мусора. В каких? В прошлом году, в 2020-м, мы начали работать совместно с администрацией города Югорска, перевозчиками и сортировочной линией в Югорске. Мы взяли несколько площадок для пилотного проекта, где установлены контейнеры для влажных и для сухих отходов. В 2021-м году также часть контейнерных площадок используется для раздельного года сбора ТКО в городе Нижневартовск и в городе Юрай. Ну, наверное, нужно начинать с себя. И правильно ли говорить о том, что сортировкой мусора нужно сначала заняться у себя в квартире и иметь минимум три контейнера? Ну, наверное, три контейнера – это уже идеальный вариант. Вот в нашем понимании и в том проекте, так называемом, дуальном сборе, то есть мы говорим про два мусорных пакета, про два мусорных ведра. В один мы складываем влажные отходы, то есть это продукты, которые в процессе подготовки пищи образуются. И сухие отходы – это бумага, пластик, картон, стекло, металл, жесть. Это так называемые сухие отходы. Куда идут отходы на переработку? Это очень важный вопрос. Ну, вообще целевая задача, которая поставлена губернатором Натальи Владимировой в округе – это построить на территории экологических площадок, то есть полигонов, пункты переработки вторсырья. И уже заключено соглашение департаментом промышленности по организации производства на территории нефтьюганского экопарка, на территории нового нефтьюганского полигона, который будет введен в этом году по переработке пластика. Сейчас, в настоящий момент, стекло вывозится в Тюменскую область, на завод производства стеклотары. Пластик вывозится в Свердловскую область, в город Екатеринбург, где организовано производство вторсырья из пластика. Бумага и картон также вывозится либо в Свердловскую, либо в Челябинскую область для производства вторсырья продукции. Подскажите, какие ближайшие акции по сбору мусора планируются в нашем округе? Мы завтра, послезавтра начинаем акцию «Плоггинг». Это привлечение спортсменов и жителей Югры для сбора мусора с пакетами, пробежкой трусцой. То есть мы бежим, вместе собираем отходы, а затем их вывозим на мусоровозах, которые организовывает Югра и экология. На сайте общества есть информация по местам, которые определены администрацией муниципальных образований, где мы будем собираться и определены маршруты. Мы таким образом пытаемся привлечь внимание горожан, внимание жителей, югорчан к окружающей среде, внимание тому, что не нужно мусорить, а нужно вести чистый, опрятный, держать наш экологически чистый регион в опрятном состоянии. Большое спасибо, Максим Эдвардович. Надеемся, что в скором времени сортировка мусора станет для югорчан чем-то обыденным и отходов станет в разы меньше. До свидания. До свидания. Ни для кого не секрет, что территория Самаровского Чугаса в окружной столице привлекает гостей своей первозданностью и чистотой. Только вот за той самой чистотой скрывается огромный многолетний труд. В этом году Самаровский Чугас празднует свой 20-й день рождения. Природный парк все эти годы находится под пристальным контролем региональных органов власти. В юбилейный год для Чугаса губернатором Югры Натальей Комаровой утверждено создание на его территории охранной зоны площадью 183 гектара. Статус охранной зоны позволит избежать на территории Чугаса прокладки дорог, строительства различных сооружений и вырубки леса. Кроме того, под запрет попадает разжигание костров, охота и загрязнение территории. В юбилейный для парка день предлагаем вспомнить историю его становления и узнать, чем богата эта земля. Остров, покрытый таежным лесом. Рай для любителей экотуризма. Сердце Югры. Все это Самаровский Чугас. Природный парк раскинулся в междуречии Аби и Иртыша и проник в самый центр Ханты-Мансийска. В январе этого года Самаровскому Чугасу исполнилось 20 лет. Но это лишь официальная информация. На самом деле памятник природы был создан гораздо раньше, в 1984 году. Освоение севера приводило к тому, что очень большие территории нарушены. Лиственница уже была вся истреблена, уже начали вырубать кедры. Вы, наверное, знаете из истории Шапши. У нас там жили неравнодушные люди. Они сказали, этого нельзя делать. И вот отсюда из этого движения пошло решение, что да, надо застолбить эту территорию. Назвали эту территорию Ханты-Мансийские холмы. И только через 17 лет началась официальная история Самаровского Чугаса. Но миссия сотрудников учреждения осталась неизменной. Сохранение первозданной природы и особо ценных растений и животных югры. Со временем площадь парка становилась все больше. В территорию природного парка Самаровский Чугас входят три урочища. Это урочище городские леса, расположено на территории города Ханты-Мансийска. Это урочище Шапшинское, расположено в районе деревни Шапша и поста ГИБДД. И урочище острова, находится за рекой Обь. Это остров Малый и Большой Чугтинский. Все туристические объекты на урочищах не перечислить. Это многочисленные смотровые площадки, прогулочные маршруты и экологические тропы. Одна из них, таежная экспедиция, проходит в деревне Шапша. Уникальный лесной уголок. В Шапшинском урочище есть все. Лечебный воздух, развлечения и мини-зоопарк. Его хозяин медведь Степан, который в этом году отмечает свой 20-летний юбилей. В Самаровском Чугасе богатейший животный мир. Блекопитающие птицы, рептилии. Встречаются такие виды, о которых мало кто слышал. Сибирская лягушка, стрекоза, красотка-девушка, бабочка-махаон. И, конечно, птицы – одни из самых заметных представителей фауны. Всего на территории парка насчитывается более 200 видов пернатых. Существует такой пестрый дрозд. То есть самый такой, на мой взгляд, таинственный, загадочный вид. Это ночной образ жизни ведет птица. Мало поет, слышать можно его пение только рано утром, поздно вечером. Но если он поет днем, то его пение теряется в хоре остальных птиц. Не менее разнообразен и растительный мир. Гордость парка – кедровые леса. Они занимают чуть меньше половины всей растительности самаровского чугаса. Здесь растут ель, пихта, береза, осина. Встречаются и редкие виды растений. Башмачок – пестрый, Вероника – лекарственная, Любка – двулистная. Сотрудники парка по сей день изучают редкие виды животных и растений, не забывая выполнять свою главную миссию – сохранять уголки природы. Как бы грустно это ни звучало, чаще всего защищать их приходится от человека. Когда устроился, грубо говоря, уже 20 лет назад на работу, фиксировалось очень много нарушений. То есть, начиная от захламления территории, незаконные порубки деревьев фиксировались ежедневно. Заборы ломали, пилили их на трубы себе. Были случаи, что при установке места отдыха его просто воровали. Последние годы места отдыха уже не воруют, да и незаконной вырубкой деревьев занимаются все реже. А вот мусора на территории парка меньше не становится. И это вина человека. Каждый из нас может внести свой вклад в сохранение уникальной югорской природы. Для этого достаточно начать с себя. Здоровой экологией Югры заинтересованы не только госструктуры и общественные организации, но и огромные предприятия, в том числе топливно-энергетического комплекса. Югра – неизменный лидер по нефтедобыче в России. Благодаря чему удается не допускать аварий на нефтепромыслах и как организовать стопроцентную эксплуатационную надежность трубопроводных систем, расскажет наша коллега из Сургута Светлана Делова. На примере компании «Сургутнефтегаз», которая ежегодно инвестирует в обеспечение экологической безопасности производства и реализацию природоохранных мероприятий более 26 миллиардов рублей. «Сургутнефтегаз» досконально проверяет абсолютно всю трубную продукцию, поставляемую заводами-изготовителями. «Сургутнефтегаз» считает, что надежность трубопроводной системы зависит прежде всего от качества трубы, от качества металла, от качества продукции, получаемой от трубных заводов. Мы озадачились довольно давно уже контролем этого качества. Специалисты компании с помощью комплекса технологического оборудования обеспечивают входной контроль металлургических изделий. Только за прошлый год неразрушающими методами проверено более 1350 километров труб. Дополнительно применяются и разрушающие методы входного контроля. Изначально, когда цех строился, он был выше, чем на заводах. Сейчас мы на самом деле «Сургутнефтегаз» подтянули заводы по качеству к себе. И мы сейчас разговариваем на одном уровне. Второй год подряд российские поставщики обеспечивают высокое качество трубной продукции в соответствии с техническими условиями требовательного заказчика. Проверенные трубы на отдельном производстве «Сургутнефтегаза» готовят к нанесению внутреннего антикоррзионного покрытия. Мы тратим очень большие деньги на внедрение технологий, которые позволяют увеличить срок службы технологического оборудования. А в первую очередь, это, конечно, трубопроводы. Мы построили самый современный в России завод по внутреннему покрытию трубопроводов, которые обеспечивают нам стопроцентную гарантию их надежной работы и отсутствие негативного влияния на окружающую среду. На заводе используются наилучшие материалы – порошковая краска и праймер с подтвержденными качественными характеристиками. В компании изготовлено уже более 3,5 километров труб и 140 тысяч соединительных деталей трубопровода с внутренним полимерным защитным покрытием. Каждое изделие промаркировано. Контроль качества непрерывный. Вот QR-код, который можно приложить, например, айфон, приложить и взять всю информацию по этому коду, значит, что это за труба, кто ее в данном случае обрабатывал, кто с ней работал. И она продолжает свой жизненный цикл уже даже после того, как будет смонтирована, будет на нее паспорт, можно будет открыть, посмотреть по этому коду, найти. На месторождение поступают трубы с дополнительной внешней изоляцией. Слабых звеньев в производственной цепи быть не может. Каждый этап важен для достижения общего результата – строительства качественной, надежной системы промысловых трубопроводов. С таким подходом к трубе, контролю каждой операции, контролю качества трубы, как покрытия, так материалов, применяемых трубной продукции, качество сварных работ, потому что и это все контролируется. Мы считаем, что мы сэкономим гораздо больше, обеспечивая безаварийную эксплуатацию трубопроводов в течение 20-25 лет. Сургутнефтегаз с каждым годом снижает риски эксплуатации промысловых трубопроводов, обеспечивая требуемый уровень экологической безопасности. В 2020 году компания дополнительно проверила все, без исключения стальные резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов. Начать поддерживать чистоту природы с малого. Вооружившись граблями, лопатами и мусорными мешками, студенты Югорского государственного университета вышли на субботник. Будущие нефтяники, экологи и лингвисты не поскупились на время, отведенное для большой перемены, а решили провести его с пользой. Субботники для студентов ЮГУ не редкость. Порядок на территории вуза они наводят каждую весну. А в этом году еще и в лес заглянули, убрали мусор и там. За полчаса два огромных пакета. В основном пластиковые бутылки и обертки от продуктов. Это осознанное отношение к чистоте, осознанное отношение к окружающей среде, которая есть у нас. Ну и в том числе это воспитательные мероприятия, которые позволяют сформировать бережное отношение к тому, где мы находимся, где мы обучаемся, ну и, наверное, повлиять потом на то, чтобы как можно было меньше мусора, меньше вот таких вот вещей, которые сегодня уберут сами студенты. С нами на прямой связи человек, которого максимально сильно волнует вопрос чистоты в родном городе. Организатор субботников фанты-мансийские Станислав Панов. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. Уборка мусора в городе это хобби, убеждение или вы за это деньги получаете? Это определенно хобби, деньги никто не платит. Ну как все началось тогда, расскажите. Началось в 2019 году. Я увидел у товарища Никиты Серебренникова пост в ВКонтакте о том, как он сходил и самостоятельно убрался. То есть мне эта идея понравилась, я подключился к нему и начал писать свои посты, то есть призывать людей к субботникам. И вот в 2019-2020 году мы стабильно почти каждую неделю в летний период собирались и убирали лес города Ханты-Мансийска. Как организовываются субботники? Вы выкладываете какие-то посты в социальных сетях, обзваниваете друзей. Насколько регулярно это происходит или вот стихийно? Кто откликается в основном на вашу инициативу? Так, ну я пишу пост у себя ВКонтакте, да, там дня за 2-3 до субботника. Обычно мы собираемся в субботу либо воскресенье. Люди просто приходят, те, кто увидел этот пост, приходят друзья, знакомые, ну то есть и они-то точно этот пост увидели. Также подключаются новые люди. Приходят в основном молодежь, ну где-то от, наверное, 25 до 35 лет. Ну основной костяк такой. Сколько человек максимально вы собирали на подобного рода акцию? Максимально около 50, но так в среднем где-то 15 человек приходит. Ну обычно так от 10 до 20. Не пробовали вы связываться с коллегами в других городах округа и вот централизованно создавать какой-то вот субботник? Ну нет, в этом особо так смысла нет. То есть, ну больше, то есть, например, жители Ханты-Мансийска больше интересуют Ханты-Мансийск, поэтому лучше собраться в Ханты-Мансийске. И здесь тоже такое, как сказать, у всех свои дела. И, то есть, кто-то, может быть, хочет убраться, но вот время неудобное. И поэтому вот приходит какая-то та часть, у которой есть время и желание именно в этот день помочь. Как присоединиться к вам вот в вашем проекте, помимо соцсетей, есть ли еще какие-то каналы сбора информации и людей? Когда ближайшие субботники? Нет, в других источниках информации, наверное, не найти. Я публикую себя на личной странице ВКонтакте. Ближайший субботник будет 5-го числа, 5-го июня. Это будет суббота в 13.00 на остановке Учхоз. То есть, где кольцо на Учхозе. Ну что ж, тогда, я думаю, мы всей редакции 5-го июня к вам присоединимся. И вместе с вами попытаемся сделать наш город чище и здоровее. Большое спасибо вам и до свидания. До свидания, спасибо. Это же ораторский прием. Жизненная философия простого советского человека. Жениться на думах. Ну, жениться. А что ты теперь не пошряется? Галерея судеб. Есть, Чушка. Трагедии. Не выходи, Калер! Не выходи! И побед. Ну, здравствуй, Тимофей. Цикл теленовелл по мотивам произведений Василия Шукшина. Тисать вас еще и тисать. Лет 200 тисать. Шукшинские рассказы. Это, знаете, зрелище. Сегодня на телеканале Югра. Русь языческая. Где отец? Отец где? Тяжкое ему будет, когда проснется. Русь суеверная. Плохие гости к нам скачут, дедушка. Смерть их сопровождает. Помогите! Мы тебя за нечисть было приняло ночью. Русь беспощадная. Нигандр меня убить хотел! Зачем пришел, Русич? Отдай меч. Приключенческий фильм «Русичи». Ты, колдун! Я пришел, чтобы убить Веты. Воскресенье. На телеканале Югра. Я приветствую всех, кто сейчас на связи и смотрит программу Югра онлайн на телеканалах Югра и ОТР. Будьте внимательны. Среди вас есть хозяин вот этого мощнейшего робота-пылесоса. Чтобы заполучить его, необходимо быстрее всех дать правильный ответ на вопрос нашей викторины. А звучит он так. Назовите югорские клубы, которые получили аккредитацию Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Необходимо назвать название клуба и город. Повторяю вопрос. Назовите действующие клубы ЮНЕСКО в Югре. Свои варианты отправляйте в личные сообщения на страницах телеканала Югра в соцсетях. Номер вайбер и ватсап 8951-968-5713. Повторю номер 8951-968-5713. Результаты розыгрыша озвучим в конце программы. Также просим вас поделиться своими историями на тему, как вы помогаете сохранить природу. Ну а пока возвращаемся к основной теме нашего эфира. Сегодня, напомню, мы говорим об экологии. Югорчане собрали тонну добра. Проект «Добрые крышечки» действует в округе повсеместно. Последняя свежая информация прилетела из экономической столицы. Жители Сургута собрали тонну пластиковых крышек за один квартал. Пока это абсолютный рекорд. Лучшими помощниками активистов стали школьники и детсадовцы. Крышки от фруктовых пюре и бутылок они каждую третью субботу месяца отдавали в пункт раздельного сбора отходов. В общей сложности получилось 300 килограммов. Остальными крышками с волонтерами поделились на местном предприятии по доставке питьевой воды. Участники проекта «Добрые крышечки» преследуют две основных цели. Помочь детям, которые в этом нуждаются, и сохранить природу. Экодвижение «Третья планета от Солнца» придерживается того же вектора. В этом году оно празднует 20-летний юбилей. Это креативная команда, которая решает сложные экологические проблемы нетривиальным способом. Проведение мероприятий, которые помогают привить любовь и бережное отношение к нашей хрупкой планете, маленьким детям, подросткам и даже взрослым. С нами на прямой связи председатель регионального молодежного общественного экологического движения округа «Третья планета от Солнца» Евгений Вязов. Евгений Викторович, здравствуйте. Добрый вечер. Евгений Викторович, 20 лет исполнилось и к отвяжению «Третья планета от Солнца». Как эти 20 лет Вы оберегали природу? Мы проводим мероприятия и для детей, и для подростков, молодежи, для взрослого населения Хантамансийского округа, привлекаемых в другие регионы России и даже ближнего и дальнего зарубежья. Основные направления в этой деятельности у нас – это учебные исследования подростков, это информационные материалы, которые мы размещаем на наших интернет-ресурсах, и это непосредственно мероприятия по формированию экологической культуры. Мы стараемся ребятам рассказать и о индивидуальном экологическом сознании, и о глобальном, поскольку все-таки на глобальном уровне действуют несколько другие законы, чем на индивидуальном уровне. Поэтому мы стараемся вот здесь разграничить и показать, что на уровне крупных регионов, на уровне государств, ну, не столько человеческие, не столько природоохранные характеристики выходят на первый план, сколько все-таки экономические, и здесь нужно принимать во внимание и данный факт тоже. Вы являетесь региональным координатором сети клубов ЮНЕСКО в Югре. Сколько клубов сейчас в нашем округе и чем они занимаются? Ну, как я понимаю, это вопрос из вашей викторины. Да, действительно, на сегодняшний день в Юг-Хантамансийском автономном округе получили аккредитацию, новую аккредитацию. Четыре клуба ЮНЕСКО, три из них имеют экологическую направленность, и один клуб является, основным направлением его работы является этнографический спорт, то есть спорт народов Ханта и Маньси. Три экологических клуба, они занимаются экологическим просвещением, формированием экологической культуры, природоохранными различными акциями, вот это основные направления. Ну, то есть, я так понимаю, сейчас у нас югорчане все активно ринулись в соцсети телеканала Югра, для того, чтобы правильно отвечать на вопрос викторины, да. Я не назвал города и названия, поэтому... Окей, интрига остается, договорились, да. На базе вашего движения создан ресурсный центр под зонтом. Каковы планы развития этого центра? Ну, на сегодняшний день ресурсный центр под зонтом действует как муниципальный, то есть на уровне муниципалитета, на уровне города Покачи. Мы планируем перевести его в региональное значение и сделать его ресурсным центром для экологических, некоммерческих организаций, добровольческих объединений, активистов, экоактивистов Хантамансийского округа. То есть, несколько расширить географию, но при этом сузить направление поддержки именно в сфере экологического просвещения и природоохранной деятельности. Ну что ж, я хочу сказать вам большое спасибо, Евгений, за то добро, которое вы делаете. Всего вам доброго, до свидания и успехов. Спасибо. Вам тоже. Большое спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Я приветствую всех, кто разделил этот вечер с нами на телеканалах Югра и ОТР. Программа «Югра онлайн» продолжается. Сегодня мы говорим об экологии и ее составляющих. В 30 километрах к юго-западу от Хантамансийска на левобережной террасе Иртыша расположилась полевая учебно-экспериментальная станция «Мухрина». Своё название она получила благодаря болоту, вблизи которого размещена. Полевая станция создана для изучения биоразнообразия, углеродного баланса, теплового и водного режима, естественных и болотных ландшафтов. Она служит базой для проведения учебной и производственной практики и научной работы студентов, сотрудников ЮГУ и других российских и зарубежных вузов. Станция «Мухрина» обеспечивает возможность организации многолетних круглогодичных наблюдений и проведения комплексных междисциплинарных научных исследований по тематике кафедры ЮНЕСКО. С нами на связи директор научно-образовательного центра Югорского государственного университета Елена Лапшина. Елена Дмитриевна, добрый вечер. Добрый вечер. Что за секретный объект находится недалеко от Хантамансийска под названием «Полигон Мухрина»? Говорят, вы там ставите эксперименты по исследованию парниковых газов. Ну, собственно, вы уже представили этот стационар, где он находится. Да, действительно, многие в Югре уже слышали о стационаре «Мухрина», но не все далеко знают, что это такое. Гораздо больше информации об этом стационаре в научной среде. То есть стационар регулярно посещают самые разные исследователи из российских регионов, и не только из России, но и из-за рубежа. Люди, которые занимаются изучением различных аспектов, связанных с болотными экосистемами. Это особый тип природных экосистем, которые не последнюю роль, если не сказать очень важную роль, играют в балансе углерода, в глобальном углеродном цикле. И в связи с тем, что сейчас все внимание не только ученых, но и всего человечества, и политиков, бизнеса приковано к проблеме изменения климата и тем вопросам, с чем это связано. То есть тематика, связанная с торфяными болотами, оказывается очень актуальной. На стационаре «Мухрина» мы действительно проводим многолетние уже измерения разных составляющих углеродного баланса. Не только нас интересует биоразнообразие, но и все процессы, связанные с функционированием экосистем. От поглощения атмосферного углерода в процессе фотосинтеза до депонирования его в виде торфяной залежи, эмиссии парниковых газов, которые выделяются в результате разложения органики дыхания живых растений и микроорганизмов, и стока растворенного углерода с территории болотного массива. Все эти компоненты играют очень большую роль и зависят от природной среды, от погодных условий и изменяются в пространстве и во времени. Поэтому необходим длительный мониторинг вот этих всех элементов углеродного баланса с тем, чтобы оценить реально и точно, сколько же болота поглощают парниковых газов и каков баланс. Все ненарушенные болота Западной Сибири, они являются стоком, то есть они поглощают больше, чем выделяют углекислого газа. Но если болота нарушаются в той или иной степени, этот баланс может измениться. Он может измениться и при естественном изменении климата. Эти все вопросы требуют изучения. Вот этим мы и занимаемся на нашем стационаре. Я так понимаю, что это научно-исследовательский стационар, да, вот часть будущего карбонового полигона. Какие перспективы его развития вы видите? Ну, действительно, фактический стационар, поскольку основная его направленность и тематика связаны с углеродным балансом, он фактически является составной частью того самого карбонового полигона, который планируется создать в Югре. И основой карбонового полигона, любого и югорского в частности, является как раз накопление вот этих фактических данных цифровой информацией о различных элементах углеродного баланса. Дальнейшие исследования абсолютно необходимы, поскольку до сих пор мы измеряли и изучали в стационарных условиях в основном фоновые экосистемы, прежде всего болота, поскольку за ними первостепенная роль в этом отношении. В ближайшее время мы планируем расширить наши исследования на лесные экосистемы. Уже на следующий год планируется строительство 40-метровой вышки с тем, чтобы оценить дыхание лесных экосистем, поскольку леса и болота занимают огромные территории, основные площади на территории автономного округа и знание баланса. Спасибо большое, Елена Дмитриевна. Мы желаем вам успехов в ваших исследованиях, ну и, конечно же, стопроцентных результатов. До свидания. Спасибо. А я напоминаю, вы смотрите программу Югра онлайн. И сейчас настал тот самый долгожданный момент, когда мы готовы озвучить результаты нашей викторины. Вопрос, напомню, звучал так. Какие югорские клубы получили аккредитацию Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО? Необходимо было назвать клуб и в город, в котором этот клуб находится. Ну и первым правильно ответившим на вопрос оказался житель окружной столицы Сергей Дворников. Сергей, мы вас поздравляем. Правильный ответ звучал следующим образом. Клубов всего четыре. Клуб «Земля» на базе экологического движения «Третья планета от Солнца» город Покачи. Клуб «ИКО» на базе школы номер пять город Пытьях. Клуб «Возрождение» на базе гимназии город Урай. И клуб «Этноспорт» на базе Федерации национальных видов спорта города Ханты-Мансийска. Сергей, этот мощнейший. В то же время энергосберегающий робот-пылесос ваш. Ну а я говорю спасибо всем, кто разделил этот вечер с нами. Сегодня с экспертами мы обсудили самые главные вопросы, связанные с экологией в Югре. Уже завтра, 28 мая, губернатор Югры Наталья Комарова проведет прямой эфир в своих аккаунтах в социальных сетях на тему экологической ситуации в регионе. Не пропустите. Начало в 12.00. И помните, каждый из нас играет очень важную роль. От наших с вами поступков сегодня напрямую зависит, каким будет наш регион завтра. Есть о чем подумать, друзья. Всем хорошего вечера. До встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...